Добрый день, Геннадий Михайлович! Здравствуйте! Рад видеться, спасибо, что нашли время встретиться для того, чтобы обсудить актуальные вопросы, связанные с противодействием пандемии. И в самом начале, наверное, к решению уходящей недели, 9 ноября в регионе введен масочный режим. О чем этот сигнал и что в это решение вкладываете лично вы? Вы знаете, когда мы рассматриваем вопрос принятия решения, в первую очередь мы рассматриваем безопасность наших всех граждан, которые находятся рядом с нами. Понятно, что сегодня мы с вами находимся без масок, нас позволяет пространство и мы соблюдаем с вами дистанцию. И это улица, что важно? Это улица, важно, да. И когда мы рассматриваем, мы видим, что у нас на сегодняшний день есть прирост заболеваний. В первую очередь это связано и с пневмоними. Хотя я вам скажу, что мы работу ведем и она определена разными мероприятиями. То, что мы принимали решение, в первую очередь это план мероприятий, который мы сегодня настраиваем в все наши организации и обращаем внимание наших людей. Это, во-первых, что должны носить маски в определенной степени, обезопасить рядом нас находящихся. В том числе это дистанционка, которую мы должны соблюдать. Это в торговых объектах, в местах массового скопления людей. Ну и, конечно, самый главный фактор, который мы сегодня должны рассматривать, это проветривание помещений. И, конечно, когда мы смотрели вот эту ситуацию, и я вижу, какая у нас в целом по области в сфере коронавируса, пневмонии. И мы видим, что нужно принимать активные действия, чтобы было принято. И, конечно, мы обращаемся к нашим людям, гражданам Гомельской области, не только. То, что мы должны сегодня активно эту работу вести в плане и соблюдения всех этих мероприятий, которые определены этим решением обесполкома. Практически неделя прошла с момента принятия решения. Вы наверняка мониторили каждый день ситуацию. Смогли ли мы по-доброму взбодрить жителей региона? А ведь ни для никого не секрет, действительно, за это лето мы по-хорошему расслабились. Конечно. Вы знаете, когда мы начали изучать, конечно, неделя – это не тот срок, который мы можем сегодня обсуждать. Но, я вам скажу, позитивы наблюдаются. И люди поддерживают нашу позицию. И когда мы посмотрели, что сегодня и в транспорте начинается больше людей соблюдать масочный режим, понятно, что мы не можем сегодня остановить свое производство. Это наша задача в первую очередь. Вообще наращивание производственной деятельности. И самое главное, чтобы люди, которые сегодня участвуют в этом процессе, не выпадали с него. Они выпадают тогда, когда соблюдается и режим масочный, и в том числе состояние здоровья человека поддерживается. Потому что мы в медицине в текущем году ввалили капитальные финансовые средства для того, чтобы поддержать и медиков, и структуру нашу. Геннадий Михайлович, если это возможно, озвучите, какое количество средств уже направлено в регионе на борьбу с ковид? И планируется ли дополнительное вливание в этом году? Мы буквально за текущий период 62 миллиона дополнительных денежных средств влилили с областного исполнительного комитета при поддержке, конечно, государства. И еще нам нужно 32 миллиона. И мы должны понимать, что мы на этом не остановимся. Мы приобретаем сегодняшний день и дополнительные оборудования, в частности, сейчас запустили на 130 коек дополнительные места в туберкулезной больнице. И это дало возможность нам еще ресурсы увеличить кое-что, хотя у нас более 4400 есть. Денежные средства, понятно, мы должны экономно их расходовать. Поэтому почему мы и принимали это решение? Я вам скажу, когда мы рассматривали вопросы по дополнительным, мы выделили деньги на ИВЛ. У нас ИВЛ на сегодняшний день загружено где-то, грубо говоря, около 10%. Потому что у нас имеется более 441, ИВЛ только загружен. То, что сегодня мы увеличили практически на 70% кислородом обеспечения наших медучреждений, это тоже очень много о чем говорит. Наши все присядные райисполкомы активно влились в эту работу и практически в каждом районе были созданы дополнительные кислородные места. То есть это дает возможность эффективно лишить наших людей. Другими словами, сегодня в регионе есть все необходимые инструменты и мощности для того, чтобы дать действительно достойный отпор пандемии. Конечно, у нас на сегодняшний день занимаются производством и средств защиты индивидуальных. Это наши предприятия 8 марта и наши комментирные другие, которые на Адексе располагаются на Церковной области. Это 8 предприятий, которые шьют и притер-шумные костюмы, и маски. Конечно, и по дистрессам у нас два предприятия, Калинкович и Радомир, они эффективно работают. У нас есть запас. Практически мы создали запасы в системе медицины на два месяца. Мы сейчас рассматриваем вопрос уже вливания денег на создание запаса на следующий год, это январь месяц. Пандемия повлияла на все без исключения сферы жизни и деятельности. По большому счету, наверное, поменяла и каждого из нас. Геннадий Михайлович, а вот смогла ли экономика региона эффективно перестроиться в это время? Мы выдержали экзамен. Конечно, она внесла определенные изменения, потому что это были связаны с внешними рынками. Потому что мы видим по БМЗ парализацию наших товаров на экспорт, в том числе по Гомель-Стекло. Но я вам скажу, если реально смотреть, мы посмотрели за последние три месяца, мы на полтора процента проросли по ВРП. В сегодняшний день по итогам 9 месяцев мы имели 99%. Наша задача, мы видим, что она проработана, мы выйдем на 100%. Это то, что сегодня проработано с точки зрения тех производственных деятельностей наших предприятий. Эффективно работает сегодня наш МПЗ, который сегодня объем увеличил, хотя они были упали до 70% и меньше. На сегодняшний день разворачиваются в сфере производства нефтепродуктов. И, конечно, и другие предприятия. И это несмотря на сложный 2020 во всех смыслах? Да, понятно, что мы сегодня зависим, потому что мы экспортная страна и должны это. Хотя, я вам скажу, если смотреть по экспорту, наше продовольствие, мы 117% занимаем к уровню прошлого года нашей мясо-молочной компании. Это мы видим. Мы, да, потеряли, у нас именно сильно просел экспорт услуг, это туризм. Игорь Михайлович, а как при хорошей урожайности 2020-го пандемия могла бы повлиять на итоги сельхозгода? Что бы было, если бы этой весной мы ушли на жесткий карантин хотя бы на неделю-две, как это сделали, к примеру, соседи? Я вам скажу, если бы мы в сельском хозяйстве ушли на карантин, условно называя, хотя в стране это не сделано, и мы видим эффективную работу нашей сельской хозяйки, мы, конечно, потеряли. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, то, что сегодня по срокам вегетации определено для растений, его нельзя перенести. Поэтому те сроки, которые были для растений необходимы по высову, мы это все сделали. И мы убедились, что, да, мы проросли сегодня в прожае, по валовому сбору почти на 30%. И видим, что, если сравнивать те годы, мы получали в 2014-2017 году более миллиона, а мы сейчас подошли к этой цифре. Хотя сегодня с кукурузой уже миллион сто мы намолотили, но мы видим, что 30 тысяч мы намолотим. Поэтому вот это все внесло бы в наши продуктивные показатели, в частности, обеспечение нашей сельскохозяйственной необходимым. А по итогу, вполне возможно, коснулось бы и как в целом экономики, так и кошелька каждой семьи? Конечно, мы так это прекрасно видим, что это сегодня однозначно ложится на того или иного жителя нашей страны, в том числе нашей области и работников сельскохозяйства, в первую очередь. Потому что они обеспечивают нашу продовольственную безопасность. А мы представляем, вот возьмем даже сегодня рынки, которые просели, которые нас мы не производим, в частности, белковое сырье, мы видим, как цены пошли. О чем она связана? Потому что этого объема не было, который ценой формирует рынок. И в завершении факт, который, похоже, остается все еще фактом. За второй волной специалисты говорят, возможно, будет третья и четвертое дело в силе той самой волны. В связи с этим, какую задачу всем, без исключения службам, в это непростое время ставит руководитель региона? Вы знаете, мы на сегодняшний день видим, что, да, вторая волна прошла. И, конечно, мы уже, наверное, это будет, как мы говорим, стилем жизни. Поэтому мы должны быть готовы. Поэтому мы создаем не только правовую, но и финансовую, и материальную, и ресурсную поддержку этому полению. И то, что руководителям предприятия сегодня нашим принятым решением дает, это основное направление работы. Для того, чтобы мы могли обезопасить все сферы нашей экономической деятельности. В первую очередь, наших врачей, потому что нагрузка на их очень сегодня колоссальна. Государство делало и будет делать в этом направлении немало. А что все-таки зависит только от каждого из нас? Ну, мы прекрасно понимаем, что любыми сегодня административными мерами мы можем, не можем достичь тех результатов, которые мы хотим. То, что мы рекомендации надали, это сегодня в первую очередь мы должны подумать о тем, с кем мы находимся и кто рядом с нами, и, конечно, кто нас окружает. А это сегодня просто простые методы. И, конечно, мы должны рассмотреть то, что дистанцирование, оно тоже позволяет соблюдать вот это наше мероприятие, которое связано против наших вот этих всех ситуаций, которые возникли с коронавирусом. Ну, и, конечно, это и масочный режим, и то, что руки надо мыть. Ну, я думаю, сегодня наши медики и Санэпидемслужба российскую работу в средствах массовой информации проводят очень колоссальную. Я думаю, просто мы должны всем прислушиваться. Геннадий Михайлович, спасибо большое за это интервью. Успехов в делах и здоровья. Главное, берегите все себя. На самом деле, это для нас важно. Спасибо.